В минувший вторник на юго-востоке Екатеринбурга областные власти совместно со строителями презентовали прессе объекты всемирных летних университетских игр, возводимые в Новокольцовском районе. За сутки до этой презентации главгосэкспертиза дала положительное заключение на комплексы общежитий номер 345. Под них уже готовят свайные поля, а сдавать станут уже в следующем году все пять новеньких общак единым комплексом. В тех, что уже начали строить раньше, побывали журналисты. Для них даже изготовили наглядные пособия системы, что нам стоит дом построить, нарисуем и живем. Впрочем, это сейчас с видом на универсиаду общежитие, а в будущем более стратегического плана. Это университетские корпуса растут завидными темпами. Шесть этажей в неделю строим по всему спектру. 200 тысяч квадратных метров общежитий, 60 тысяч квадратных метров здесь. Новые учебные корпуса, которые мы строим для универсиады, но вообще-то это изначально предусматриваются учебные. Именно здесь, через 5-7 лет, будет коваться будущее области. Потому что люди здесь будут учиться, они будут оставаться здесь, работать на благо развития Судовской области. Нет хорошего университета, получаем отъезд студентов в другие города, нам это не нравится. По той простой причине, что в 2023 году столица Урала примет игры летние, а лето это тепло, пляж и вода, одним из главных объектов универсиады считается дворец водных видов спорта, в котором будет разыграно более половины всех комплектов наград. Он еще строится, но уже бьет, значит любит рекорды. Например, уже сейчас он крупнейший на Урала-Сибирщине и обскакал кое в чем башню самого инженера Эйфеля. Этот объект это один из самых уникальных объектов деревни Универсиады, так называемый дворец водных видов спорта. Это порядка 60 тысяч квадратных метров в тепловом контуре, 4 ванны, 2 из которых олимпийского размера, скажем так, более 50 метров. Одна ванна для прыжков в воду и одна детская ванна, это на период последний. Здесь будет разыграно порядка 57 комплектов наград. Это самый крупный комплекс, в котором большинство наград будет разыграно. С точки зрения уникальности строительных технологий, я уже повторял эту цифру, здесь будет использовано и используется сейчас более 9 тысяч тонн. Если переводить на понятные такие фигуральные цифры, это в два раза больше веса Эйфеля больше. Самое главное, что абсолютное большинство строительных материалов, которые вы здесь видите, произведено здесь у нас. Это Тагил, это все города Тагиловской области, это наши с вами налоги, это наши с вами рабочие места. Сейчас у нас здесь на объекте работает порядка 500 человек, в максимуме будет работать до полутора тысяч. Транспортные вопросы, растущие на 30 гектарах универсиадной деревни с этим самым водяным дворцом, пятью комплексами общежитий, тренировочным полем, общественным и медицинским центрами, будет решать не только Новокольцовское шоссе. Планируется еще много чего, включая городскую электричку и не только, на направлении, где намечается реальная смычка города и Арамили. Трамвай сейчас смотрим развязки на Щербакова, есть несколько вариантов. Есть был вариант, который мы смотрели, перейти через Российскую дорогу дальше вперед, перешагиваем через Качей, выходим на Луночарского. Есть вариант выйти на Щербакова. Сейчас это все анализируется, потому что все-таки большая часть студентов, которые у нас здесь будет, она должна будет потом еще добираться до центра. Да, чуть не забыли. Работы все ведутся ровно как надо, графики блюдутся свято, все все успевают, порох в пороховницах есть. Но паникеров будем расстреливать. Мы все успеем.